Добрый день, уважаемые члены жюри и участники конференции. Меня зовут Нагос Аргалана и тему моего проекта «Создание сборника краеведческих текстов с упражнениями и тестами в электронном варианте по английскому языку по теме «My Motherland» о лёганском Якутии». Данное проектное исследование посвящено проблеме использования краеведческих материалов в обучении иностранному языку. В настоящее время в современном мире очень важно уметь обмениваться информацией о своей культуре, традициях, обычаях народа, которому вы принадлежите, о своей малой родине. Другими словами, это то, что называется краеведением. Таким образом, краеведение вступает в качестве реального и конкретного средства межкультурной коммуникации. Но изучив программу ИУМК средней школы, мы пришли к поводу, что в них отсутствует региональный компонент. Актуальность настоящего исследовательского проекта обусловлена возрастающими требованиями к уровню овладения иностранным языком и межкультурной коммуникации учащимися в современной средней общеобразовательной школе. В 2020 году Алёкминский район отметил следующие билейные даты – 75-летие Великой Победы, 385-летие города Алёкминска, 90-летие Алёкминского района и 150-летие Спасского собора. А проведение Республиканского Сахала-Алан-Хо было перенесено на 2021 год в связи с неблагоприятной и эпидемиологической ситуацией, на котором будет очень много гостей, в том числе и иностранцев. Цель исследования заключается в разработке текста с упражнениями и тестами в электронном варианте по английскому языку на основе критических материалов. Задача – изучить историю родного края, выбрать подходящую в компьютерную программу, составить упражнения тестов в электронном варианте. Гипотеза исследовательского проекта. Преподавание английского языка в среднеобщебразовательной школе будет более эффективным, а готовность учащихся к реальному скультурной коммуникации будет в значительной мере повышена, если использовать критические материалы на иностранном языке в неурочной деятельности. В ходе работы над исследовательским проектом использовались следующие методы исследований – изучение и анализ программы среднеобщебразовательной школы, УМК, литературы по теме, апробация разработанного сборника текстов с упражнениями в 9 классе районной гимназии Эврика. Практическая значимость проекта заключается в том, что результаты могут быть использованы как учителями в неурочной деятельности по английскому языку, так и учащимися. На основе данных материалов в дальнейшем можно разрабатывать различные проекты и создавать презентации. На наш взгляд, мотивация к изучению иностранного языка в неурочное время значительно повышается, когда учащиеся видят реальную практическую пользу, возможно, рассказать иностранцу о своем городе и республике. А теперь разрешите представить вам мой продукт. Первый текст посвящен Республике Саха-Якутия, где в тексте есть официальное имя, флаг, эмблема, местоположение и климат и многое другое. Есть погруппуляр к тексту и вот первое упражнение. В этом задании нужно закончить предложение, дополнить их словами, точнее ставить пропущенные слова. Например, the official name of Якутия is официальное имя Якутии, Республика Саха-Якутия. И давайте проверим. И так далее. И второе задание, где нужно выбрать правильный вариант ответа. К примеру, the Sahara Republic is situated in the north of Russia. Это неправильный ответ. Неправильные ответы закрашиваются красным цветом, а правильные – зеленым. Правильный вариант – be. И так далее. Теперь разрешите показать вам второй тест, посвященный моему городу Алёпминск. Здесь также есть вся нужная информация. Нужно внимательно прочитать текст и вставить пропущенные слова в первом упражнении. И второе задание точно так же, где нужно выбрать правильный вариант ответа. Теперь мой третий тест связан с Алёпминским заповедником. Здесь есть текст и картинки, вокабуляр к тексту и первое упражнение, где нужно сопоставить фразы. И можно проверять. Также тут есть картинки, и их название на английском языке. И мой последний тест. Здесь есть вся нужная информация, нужно прочитать текст, есть вокабуляр к тексту. И также похожие упражнения, как и в тех предыдущих. Нужно сопоставить предложения, ставив пропущенные слова. И второе задание. Нужно выбрать правильный вариант ответа. Так. И на этом всё. И в заключении хочется отметить, что проблемы использования крыльевского материала в формировании готовности к реальной межкультурной коммуникации нельзя считать завершённой. И данная работа может быть продолжена в плане расширения материалов конкретных отдельных интересных фактов из жизни города, его достопримечательностей и так далее. Также мы планируем снять видеоролик о своём родном крае. В дальнейшем данный проявленный продукт может позволить учащимся использовать свои знания о своём родном крае на английском языке. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.